Всем привет, на связи Дед Смоук и это лучшее видео по торговле на финансовом рынке, как минимум по двум причинам. Первое, здесь я буду использовать только то, что действительно работает. Технический анализ плюс объемы и никакой шляпы в виде грали, суперприбыльных индикаторов и прочей лапши на уши. Пацаны, здесь только то, что реально работает. Под номером 2 я буду использовать объемы. Объемы внутри свечи, объемы в нижней части графика и в чем здесь основной плюс? Это мои личные разработки, которые, внимание, полностью открытый и бесплатный. Доступ есть у всех, открытый и бесплатный для всех. Вам не нужно ни хрена покупать. Я делаю здравый контент, показываю вам правильную торговлю и если ты такое поддерживаешь, поставь лайк, напиши комментос о самых здравых. Приглашаю подписаться на мой YouTube канал. Давайте добьем эти уже 200 тысяч. 200 тысяч на подходе, пацаны. Подпишись, колокольчики, выбери все. Возможно, завтра ты проснешься в окружении очень красивых женщин и будешь кайфовать, пить пиво, курить сигаретки. В общем, все, что ты любишь. Давайте с вами приступать. Короче, сегодня будет реальная торговля. Буду, значит, анализировать, показывать, рассказывать, как, что, почему вы будете приобретать. Как минимум, опыт. И смотреть, как здесь реально можно вытаскивать монету. Смотри, уже декабрь. Нам нужно до конца года рубануть бабок. Всем нам. Давайте приступать. Итак, первым делом поехали по базе. Общее движение на повышение. Отмечай ключевую остановку. Отмечай самое простое. Смотри, это в любом случае добавит тебе плюс к твоему пониманию, почему движение должно пойти в нужную, на твой взгляд, сторону. Здесь на повышение, на повышение. Все зеленое, все на повышение. Объемы есть. Это если вкратце. Если у тебя уже есть перечень необходимых, знаешь, необходимый минимум, да, для входа на повышение, откройся. Откройся меньшей суммой, потому что есть вероятность того, что произойдет резкая реакция в нужную сторону, и ты просто потом не успеешь зайти. А так, если ты зайдешь минимальной суммой, меньшей кровью, с возможным перекрытием, но ты уже будешь в сделке. Короче, смотри, вход на повышение. Я уже здесь, 50 долларов от моего депозита. Это не так и много. Теперь полетели по пунктам. Основное. На повышение, на повышение. Общее движение. Потенциал движения. Область поддержки, от которой оно у меня сейчас и происходит. То самое движение вверх. Дальше. Смотрим на SmokeFX Volume Pro. Тренд, прогноз, состояние. Все зелененькое. Все на повышение. RSI по средним скользящим на повышение. То есть, представь, что здесь есть вот такие вот линии. Они на повышение. Все у них хорошо. Дальше. По стахастику, по RSI, по стандартному, мы имеем небольшую перекупленность. То есть, перекупили где-то вот в этой области. И, возможно, будет минимальный откат. Но, где-то здесь появится тот самый объем по этому потенциалу вверх. То есть, покупатель немножечко отдохнет, придет в себя. Вот как раз в этот временной промежуток. И снова появится рывок на повышение. Здесь потенциально мы с тобой можем прийти. Давай смотреть. Всегда отмечайте плюс-минус конечную цель. Здесь есть раз. 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 Кудрявый. Не то. Значит, здесь одна область сопротивления. Есть еще выше область сопротивления. Потенциально мы, конечно же, стремимся к тому, чтобы прийти к этой области, протестить ее, пройти еще выше, закрепиться. Дальше мы снова находим объем и идем к цели под номером 2, к этой области сопротивления. Чуть-чуть наперед смотри. Ты сам себе, когда объясняешь, ты себя, по сути, программируешь на успех. Но если так уже говорить по-простому. Ты наперед уже знаешь, что здесь, блин, будет происходить. Цель номер один, цель номер два. То есть потенциально плюс-минус там 30 минут, 60 минут движение будет всегда идти на повышение. Тебе главное найти правильный промежуток для входа. Если у тебя присутствует объем внутри свечи, пацаны, напоминаю, что это смоков X-Clusters 2.0. Если здесь есть объемы, конечно, заходи. Не жди, все будет чики-пуки. Так, смотрим. Рывок на повышение, все отлично. Еще раз, где же взять вот это все? Возможно, вдруг, конечно, ты не знаешь, заходишь по ссылке в описании под этим видосом, мою бесплатную группу, и здесь есть все. Просто листаешь, находишь огромное количество всего, читаешь объяснения. Пацаны, все это на халяву. Как бы вообще никаких вопросов быть не может. Установил, посмотрел мой видос и просто повторяешь в своей самостоятельной торговле. И опять же, все будет хорошо. Сегодня вот я решил такой формат именно использовать, показать вам, как я делаю деньги. Для чего? Для того, чтобы вы посмотрели, подумали, так, красавчик ты, братишка, я тоже так попробую. И делай это где угодно. На Binance, на Bybit, на Pocket Option, на, я не знаю, упаси меня Господь, хоть на Binomo можешь это делать. Делай это где угодно. Самое главное, чтобы ты кайфовал и зарабатывал. Здесь движение на повышение происходит. Происходит, новая свеча открылась. Внутри свечи у нас в процентном соотношении 83% покупателя. 89% отлично. Объем себя отрабатывает. Объем вот такой вот у нас хороший. Так, смотрим. Ну, здесь это выглядит просто, просто так. Годно, годно, хорошо, красиво. Рывок на повышение. Все хорошо, жизнь красива, когда у твоего папы ксива. Причем, какого-нибудь такого серьезного человека, там, ФСБ, ну, что-то в этом духе вообще тогда. Жизнь, считай, удалась. Можно даже трейдингом не заниматься. Но мы с вами, пацаны, простые. Я думаю, что я констатирую этот факт. Абсолютно простые ребята. Нам нужно самим, ну, к чему-то идти. Это просто факт, понимаешь? Я недавно увидел, случайно так, на улице увидел своего друга. Друга-друга, прям такого, знаешь, детства жесткого. Я его, наверное, лет 15 не видел. Ну, короче, это прям вообще беда какая-то. Тупо катится какой-то старый пердун. Ну, максимально плохо выглядит в какой-то ушанке. Знаешь, такое ощущение, что он эту ушанку взял у своего деда. Причем он не старый пердун, ты понял? А нормальный, как бы, мужик. Ну, вот так вот. Мне прям так грустно еще стало. Я сидел на него, смотрел со своего лехуса 600-го. И думаю, да, пацана, когда-то ты подавал надежду. Ну, не хочет он собой заниматься. Ну, не хочет, ну, кто ему доктор? Люди, которые меня смотрят. Если вы смотрите, у меня же нет контента, где я посмотри, какой я богатый. На бум там ставлю, цифры летят. Нет, я вам показываю, объясняю, как здесь рубануть бабок. Вы учитесь, вы к чему-то стремитесь. То есть, потенциально вы уже стремитесь, как эта цена на повышение. Даже если у вас в моменте времени в вашей личной жизни произойдет пробитие области поддержки, поймите, что рано или поздно объем сработает и движение на повышение произойдет. Да? Окей. Стохастик, РСА, МА, все, ну, как бы, на повышение. Это все прекрасно видно. Общее движение, тренд на повышение, потенциал на повышение. Движение на понижение происходит. Смотри, в верхней части, здесь такие откаты были неприятные, да? Вот это примерно процентов, ну, 15 от размера свечки. То есть, здесь был объем на продажу. И, возможно, сейчас у меня тоже может произойти, как я сказал, ложное пробитие. Ну, давайте отрабатывать. В общем, GBP-USD. GBP-USD. Зашли, 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 заходим. 86 и полетели. 50 баксов. Малая кровь. Не захожу большими суммами. Не рискуйте. Показываю вам на примере своего депозита. Не рискуйте. Так, остановочка у нас вот здесь. Обратите внимание, какое количество остановок здесь происходило. Везде они были, пацаны. Абсолютно везде. Движение на понижение от области сопротивления. Здесь был объем. Большая свеча вниз. Здесь, в нижней части, я сейчас использую активно. Показываю вам SmokeFX Volume Pro. В положительной зоне показывает на то, что действительно, в общем и целом, здесь происходила покупка. Но разворотная формация у нас произошла именно от этой области. То есть, движение на понижение. Все понятно. Но мы с вами видим, что стахастик, RSI, тренд, прогнозы состояния. Ну вы поняли. Движение по тренду. Здесь на повышение. То есть, от области поддержки мы можем рассматривать. Но опять же, так как здесь у нас в тени верхней части. Запоминайте, у вас такое часто встречается. Здесь может произойти пробитие этой области. Плюс оно уже происходило. Видите? Здесь уже такие риски повышены. Давайте смотреть. Давайте, давайте. Так, что у нас по соотношению? Ну плюс-минус нормально. Здесь смотри, сколько объема появилось. Офигеть. Ошалеть. Да. Ну сейчас мы находимся плюс-минус у точки открытия. Да, это абсолютно не критично. Но, слушай, я не вижу вот в этом уровне поддержки. Такой, знаешь, основательной силы на мощный разворот. И движение снова вверх. Остановка снова еще выше. Не вижу. Но вижу потенциал, который может себя отработать в моменте времени. Газануть наверх. Мы получим плюс. А потом вот это движение на понижение может сработать. И пойдет движение к тестированию области поддержки. Такое тоже может быть. Я такое не отрицаю. Но для нас самое основное это плюс в моменте времени. Давайте смотреть. Сразу появился объем на продажу. То есть здесь определенно вот этот потенциал. Он присутствует. Никуда не девается. Объемы подваливаются даже на открытии свечи. Но тем не менее мы сейчас газуем на повышение. Как бы это сложно не было. Ну сам смотри. Сам суди. Такой, видишь, момент интересный. Но даже в таких ситуациях по GBP USD можно взять и заработать баблишко. Отсюда что-то вытащить. В общем, пацаны, обязательно скачивайте. Слушайте. Вот это вот. Volume Pro. Скачивайте. Скачивайте дальше. Clusters 2.0. И просто кайфуйте. Анализируйте. Зарабатывайте бабки. Кстати, всем большое спасибо. Кто написал комментарии под предыдущим видео. Там их около... Там их тысячи. Там на данный момент 4000 комментариев. Плюс какая-то часть это чисто спам. Вы знаете, спамят очень жестко. Но реально очень много комментов. Я просмотрел. Вот реально. Я просмотрел все. Вот все, что вы написали. Я просмотрел. Всем огромное спасибо физически на все эти комментов. Я не смогу ответить. Но просто знайте. Я их читаю. То, что вы пишете, я читаю. Это не просто, знаешь, ты написал в пустоту. Я пролистну. Да хрен с ним. Кто-то что-то написал. Вообще без разницы. Пацаны. Фидбэк это очень важно. Поэтому пишите свои впечатления. Понравился видос. Напишите. Дедулечка. Красавчик. Молодец. Старый. Тащи дальше. Мне реально будет жестко приятно. Так. Ну что. Движение на повышение. Хорошо. 10 секунд завершения. Ну смотри. Сколько возвратов сюда уже происходило. Все почему? Потому что область поддержки не являлась такой вот прям жесткой для полномасштабного разворота. Ну я вот так считаю. Да плюс. Да хорошо. Да не на соплях. Но момент. Вы поняли. Обращайте внимание в своей торговле на это. Так. Что у нас там? Кат-Джи-Пи-Ай. Нужно по процентам просто у брокера смотреть. Кат-Джи-Пи-Ай. Нет. Здесь смотри. Неопределенность. Разворот. Медвежий. Ну что попало. Понятно что хорошее движение вниз. Посмотри. Все просто валится. Заходить здесь на повышение. Посмотри. Движение вниз. Тренд медвежий. Ну я это и так вижу. Ну рубок-то вверх может произойти. Правильно? Может. А сколько он будет происходить? Кто-то знает? Я не знаю. Никто не знает пацаны. Ну давайте пробовать. Хорошо. Кат-Джи-Пи-Ай на понижение. Исключительно из-за того, что здесь просто. Ну посмотрите вот на это. Посмотрите вот на это. Просто все валится на понижение. Отрабатываем с вами. Чисто вход по тренду. От области сопротивления движения вниз. Локальные остановки находятся здесь. То есть смотри. Потенциально. Если у меня здесь соберется покупатель с мыслями, что надо что-то менять в этой жизни. И пойдет на повышение. Пойдет он на повышение плюс-минус к этой области. Потому что здесь его сразу встретит сопротивление на продажу. То есть все вот эти максимумы. Они собирают свой объем. Вот так вот. Раз. Два. Стрелка. Три. И четыре. И вот представь. Здесь стоит супер гипер такой защитник. Со стороны продавца. Он тут стоит и такой. Нет. Ты не пройдешь братишка. И понятно, что покупатель подумает. Дружок пирожок. Мне это не нужно. Нет. И как только он сюда подойдет. Он получит леща отцовского. И пойдет дальше. Прятаться за гаражами. Курить пить. Ладно пацаны. Хватит с примерами. Давайте заниматься торговлей. В общем, смотри. Объемы появляются. Появляются. Все это видят. Я думаю, что все. Объемы. Вход. Тренд. Потенциал. Здесь даже если будет движение от этой границы. Пройти эту границу. Ну практически невозможно. Практически невозможно. Здесь отрицательная зона. Тренд медвежий. Неопределенность и разворот. Я думаю, что это из-за RSI. Потому что сильно много перепроданности. В любом случае, здесь появился такой небольшой заинтересованный мужичок. Чтобы выкупить это движение на понижение, на повышение. По итогу. Я имею ввиду. Вот он это сделал. Пойдет ли он дальше? Ну вот я вам обозначил самый максимум. Которому он сможет прийти. Вот здесь вот. Здесь его сразу встречает тот наш рыцарь в доспехах. Со стороны продавца. Ну здесь цена на одном уровне. Разница пункта 2, 3, 5. Это не разница абсолютно. Самое главное опять же. Думай о том, чтобы на перспективу у тебя все залетало. И все было хорошо. Вот знаешь, на перспективу это очень важно думать. Просто мизерное количество людей об этом думает. Когда я создавал первый алгоритм по анализу графика. Он же выглядел далеко не вот так вот. Как у нас. С перекрытиями. Все. Разный анализ. Разные технические данные. Разные таблицы. Сразу три времени таймфрейма стоит. Три времени таймфрейма. Классная тавтология дедуля. Ну вы поняли короче. То есть изначально это было намного проще. Но даже тогда я уже думал о том, чтобы это работало исключительно на техническом анализе. Это первая версия. Потом я добавил объемов. И я понял, что все. Дальше идти нам не нужно. Не нужно придумывать велосипед. Есть то, что работает уже много лет. Оно работает. Оно работало. И оно будет работать. Пока есть люди. Пока люди торгуют на рынках. То есть принимают ключевые решения. А не просто алгоритмы. Здесь у нас всех есть возможность заработать. Теханализ плюс объемы. Когда все сменится на алгоритмы. Эта возможность с высокой долей вероятностью просто пропадет. Здесь плюс. Очередной. Ну здесь уже такой. Знаешь. Сопелька-то подтекает. Но на самом деле. Рывок вниз. Компенсация сразу же на повышение. Мы с вами в общем и целом. На перспективу. В любом случае. Ты в таких моментах заберешь плюс. Посмотри. Какое сумасшедшее движение вниз. Тут даже не нужно ни хрена придумывать. Ты понимаешь. Движение вниз. Оно и в Африке движение вниз. Идем дальше. И так. И так. Извиняюсь пацаны. Что если знаешь. Кто-то включает видео по трейдингу. И думает. Что здесь будут такие типа лекции. Ну кто учился в университете. Я думаю. Вы меня точно поймете. Такие лекции. Здравствуйте. Дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем рассматривать технический анализ. А именно. Средняя скользящая. В среднесрочной тормозе. На мой взгляд. Когда так преподносят информацию. Короче. Пацаны. У меня здесь реально здравая инфа. Вы знаете. Я не профессиональный трейдер. Не дай бог им стать. Я вам серьезно говорю. Не дай бог. Ты убьешь свою жизнь просто в этом. Ну вот смотри. Рывок на повышение. Просто сразу. Чтобы вы понимали. Тренд. Прогноз. Состояние. Положительная зона. Общее движение вверх. Вверх. И посмотри сколько объема здесь. Все. Вот это все. Что нужно знать. Ты понимаешь. Я так уже сделал три плюса в ряд. Вот просто при вас. Чисто кайфую. Я не напрягаюсь. А вот профессиональные трейдеры. Они напрягаются. Они напрягаются сами. Когда знаешь что-то записывают. Рассказывают. И обязательно они хотят. Они мечтают что-то вам продать. Ну я не знаю. Братишка. Но если ты рубишь именно сумасшедший бабос. Какой-то. И при этом ты хочешь что-то продать. За две копейки. Ну я не знаю о чем. О чем там эти. Трейдеры думают. Ну ладно. Ладно. Продавайте. Продавайте. Кто-то же покупает. Понимаешь. Значит продают. А может вот они это смотрят. А я знаю что они это смотрят. Ну и смотрите на здоровье. И они думают. Вот слушай. Ты так говоришь. Потому что тебе обидно. Ты не продаешь. И соответственно не зарабатываешь дополнительные деньги. А мы так делаем. Ребята. Если у меня был бы курс. Я бы поставил на него. Скажу честно. Невысокую стоимость. Невысокую. Это 100%. Доступную. Не 200 баксов. Не 500. Не 100. Меньше. Там пару десятков. Может баксов. И вот мне реально интересно. Давайте такой мини опрос для тех. Кто досмотрел до этого промежутка. Вот если бы я продавал курс. Это будет чисто ответ для всех тех. Кто реально все что делает. Продает курсы. Ребята. Вы бы купили у меня мой курс. Если бы я его продавал. Я подчеркиваю. Да. Сейчас. Пацаны. Я не собираюсь продавать курсы. Возможно кто-то подумал. Что я прощупываю почву. Купят ли курс. Нет. Я не собираюсь продавать. Мне просто реально интересно. Вот. Кто-то их все время толкает. А если бы я сделал такой реально курс. От души для души для вас. Вообще. Вот прям. Все как надо. Купили бы за пару десятков баксов его. Вот просто напишите. Интересно будет почитать. Так. У меня все. Все бесплатно. На ютуб канале. Есть курсы. В открытой группе. Заходите. Смотрите. Все бесплатно. Здесь. Полетели. Давайте еще раз. Все на повышение. Положительная зона. Движение вверх. Движение вверх. Но. Здесь очень высокая была волатильность. Погрешность. Поэтому здесь может быть объем на продажу. Может быть откатное движение до этой остановки. Смотри сколько объема появилось. Ну и нормально будем отрабатывать даже такую ситуацию. Смотрим. Ну да. Смотри. Сразу движение вниз. Где-то внизу. Мы словили объем на покупку. Но мы можем по сути откатиться вот сюда. Прям. Вот сюда. Откатимся. В случае если у меня здесь появится хороший объем на продажу. Но пока что мы заходим по потенциалу. По общему тренду. Объем. Здесь как бы все присутствует. Кайфуем. Заходим. Отрабатываем. Исключительно по техническому анализу. Опять же. Давайте не отклоняться в сторону какой-то шляпы. Используем то что работает. А то я читал уже комментарии о том что блин. Каждое видео одно и то же. Если кто-то не знает. Как работает анализ на финансовом рынке. Прочитайте пожалуйста хотя бы основы. Технический анализ работает десятки лет. И по сути он абсолютно не меняется. Просто появляются некоторые модели price action. Это такие. Ну вкратце. Это могут быть свечные комбинации. Например вот такая вот. Вверх. Свеча неопределенности. Вниз. Если здесь область сопротивления. Присутствует объем. В моем случае. Да. Это скажем так. Совершенствование price action. Именно под smoke fx clusters 2.0. Есть объем. Значит будет разворот. Вот и все. То есть третья свеча у нас здесь под знаком вопрос. Но если мы имеем одну свечу. Вторую. Область. И объем. Значит будет разворот. Это работает именно так. Если кто-то не знал. Вот так в общем и целом. Технический анализ. Он везде технический анализ. И каждое видео это реально одно и то же. Но все ситуации разные. Их бесконечное количество есть. И может быть. Поэтому каждое новое видео. Оно добавляет лишний процент. Хотя здесь лишних процентов то и не бывает. К вашему опыту. Соответственно к вашим знаниям. И соответственно процент того. Что вы рубанете здесь бабки. Он станет выше. Это реально просто факты. Еврокат. Ну вот смотри. Ситуация. Секунду до завершения. Видишь у меня тоже бывают. Или не бывает. Или не бывает. Не бывает. Нет прибыль 0. Меня закрыли. В 0.1 пункта и в минус. А вы мне говорите. Там смог. У тебя одни плюса. Видите. Здесь закон подлости. Также отработал. Но по сути шло то так красиво. Четвертый плюс в ряд. Но здесь плюсика я не получил. Но давайте смотреть на ситуацию в общем и целом. Я исправлю. Заработаю здесь. Как бы все хорошо. Смотри. Движение на повышение. Здесь потенциал. Здесь. Общее трендовое движение. Все хорошо. Отработали. Бычи покупать по тренду. Ставим этому лайк. Вот оно движение. Я не зашел. Не успел. Кстати. Неплохая такая была задержка. Слушай. Если бы на секунды. На секунды. Ну да. На секунду бы ты заходил. На 5 секунд. На 10. Можно было даже это словить. Но смотри. Откат. Снова объем сработал. Давайте пробовать. Смотри. 2 минуты. Это отработка на импульс. Но опять же. Я вас прошу. Не заходите просто так. На 1 минуту. На 2 минуты. Здесь я захожу. На открытие новой свечи. В надежде. Что в начале сработает объем. С предыдущего минимума. И на открытии. Произойдет импульсное движение вверх. До этого максимума. Хотя бы. Как раз у меня здесь закрытие 5 минутки. И на открытие. Вот на это. Именно я и надеюсь. Не просто так. Не слепо. Но может произойти вообще полноценный откат. Короче. Каждую ситуацию. Любую. Можно отрабатывать. В лайв в формате. Такие видео. Вот я и создаю. Чтобы вы набирались опыта. Вместе со мной. В этом и самый кайф. Не просто знаешь. Вы там. Ну слушали. Я не знаю. Исключительно. Какие то мои рассуждения. На какую то. Ну. Короче. Здесь. Я реально всем советую. Вы же видите. Что. Я просто как от души. Делюсь с вами. Вот. Как здесь можно делать вещи. И все. Поэтому. Обязательно. Обязательно. Дайте мне знать. Если такой формат вам. Нравится. Как говорится. Так. Еврокат. 150 баксов. На повышение. Вот. Рывок произошел. Вроде бы все классно. Новая свечка. Небольшое движение вверх. Но мне нужно было движение. Вот сюда. К этому максимуму. Объем то сработал. Но сработал объем на продажу. Смотри. Да. Какая ситуация происходит. Откатное движение. Ну. Вот. Смотрим с вами. Все. Мне указывает на то. Что движение вверх. То есть. Я не меняю свое мнение. Здесь у меня также. Тренд на повышение. Вот. Вот. До этой области. И здесь задержись. Дружок. Почему происходит рывок на понижение. Внимание. Смотри. Очень высокая волатильность. В этой зоне. То есть. Здесь очень много объема. И на попытку пробития было. И на откатное движение. Поэтому в нашем случае. У нас и происходят. Такие волнистые движения. Вверх. Низ. Разорванные. Я бы сказал. Это норма. Ребята. Абсолютно. Не парьтесь. И получаем четвертый плюс. В ряд. Евро. Канадский доллар. Канадский доллар. Канада. Канада. Я был в Канаде. Я был в Канаде. Где-то лет 12 назад. Прикольно. Мне понравилось. Реально классно. Так. Еврокат. Ну что. Здесь плюс. Отлично. Идем с вами дальше. Холодно. Правда. Холодно. Вообще капец. Причем. По всем основным городам я проехался. Реально холодина. Так. Евро. ГБП CHF. Ну такое. Как в Мурманске практически. Так. Евро. НЗД. Смотри. Все на повышение. На повышение. Ну давайте еще посмотрим. Может какой-нибудь такой более интересный на пробитие. Ну вот здесь на пробитие. ГБП CHF. Давай посмотрим. Так. ГБП CHF 56. Нет. Плохой процент. Дальше. НЗД. Нет. Не нравится мне. Не нравится. Такое. Так. Ну что. Здесь на повышение. На повышение. Нет. Я не хочу на повышение. Давайте так. Аут НЗД посмотрим. Аут НЗД. Да что ж такое. Аут НЗД тоже нет. Давайте заново смотреть. Или как. Или еще раз посмотрим на какие-то пары, которые я пролиснул. Давайте вот здесь. Стоп. НЗД, GPI. Плохой процент там был по-моему. Давайте хорошо. Аут CHF. Я уже не помню, что я искал. Просто вы не обессудьте. 83. Да нормально. Только поставим. Давайте. 150. Это уже немалая кровь. Так. 150. И полетели. Движение на понижение. Присутствует такое. Это хорошо. Здесь раз. Здесь два. Движение вниз. Вниз. Вот этот минимум, которому может произойти откатное движение. Появится объем. Вот в этой точке скопления. И будет снова движение вниз. Здесь отрицательная зона. Значит продают. По тренду на понижение. Продавать. Медвежий. RSI. Все подходит. Слушай. Все подходит. Единственное, что есть прямо сейчас объем на покупку. Но сопротивление небольшое. Но на всех флангах оно у нас присутствует. А это есть хорошо. Смотри. Откатик. К этой области. Здесь уже ждет продавец. Не пропустит выше. Нет. Не пропустит. В трейдинге самое главное это понимание ситуации. Вот видишь, как я рассуждаю. Я рассуждаю это не с точки зрения исключительно технического анализа. В каждой свече я вижу интерес продавца и покупателя. Скажите, какой может быть интерес у покупателя пройти через эту область поддержки при движении сверху вниз. Все правильно говорю. Смысл нам ее проходить. Вот в чем будет логика, если мы пройдем. Ну вот предположим случайная область. Вот сюда. Кому это нужно? Нет. Максимум откупить движение к локальной области. Максимум к этому максимуму. Словить здесь по башке и пойти снова на понижение. Никто не будет пытаться выкупить это движение против такого тренда и потенциала. В этом нет смысла. В этом не видно даже успеха. Ты понял в чем прикол? Читай цену, будто бы это книжка, а не будто бы это техническая составляющая. Ой, как много цифр. Вы думаете, я обращаю внимание вот на эти цифры? На эти нолики? На вот это вот все? Нет. В этом нет смысла. Ты понимаешь? Ты можешь просто читать цену. В этом и есть мой секрет. Вот если кому-то интересно, я читаю цену. Я не пытаюсь прогнозировать исключительно с точки зрения технического анализа, просчитать тут все в процентах. Нет. Я пытаюсь понять, какой здесь есть интерес выкупить движение на повышение. Нет. До области скопления может быть зафиксироваться. И дальше пойдет движение вниз. А выше, чтобы был полноценный разворот, пацаны, не даст этот тренд и этот потенциал. Нужно смотреть здраво на все эти вещи. Смотрим. Движение вниз. Прямо сейчас мы видим, что цена у нас вернулась к точке. Но вы увидите, что прямо сейчас произойдет снова движение вниз. Здесь просто отсутствует сила движения на повышение, которое здесь у нас задержится, зафиксируется. Ее здесь быть не может. И вот прямо сейчас мы с вами в этом убедимся. Это пятый вход в рынок. Объемы на продажу у меня уже появляются. Не пускают выше. Даже к этой области покупателя не пускают. Какая-то кучка, небольшая людей, хочет выкупить этот минимум. После обновления минимума, как это обычно у нас происходит в большинстве случаев, у нас происходит небольшое коррекционное движение в противоположную сторону от общего движения. Небольшое. И все. Просто запомните это. Примите это на веру и используйте. Если вы будете руководствоваться такими простыми принципами, вы просто будете делать деньги. Не сложно, а просто. На мой взгляд, это просто максимальный кайф. Ну что, это пятый вход в рынок. Пятый плюс. Без напряга. Все у нас хорошо. Все у нас классно. Пацаны, девчонки, может, дайте знать, как вам вообще вот этот видос записывал от души для души. Как говорится, мой, знаешь, такой девиз, он максимально простой. Нормально делай, нормально будет. Я думаю, что этот видос не исключение. Он заслуживает на лайкос, он заслуживает на комментос и обязательно. Подпишитесь на канал. Давайте мы уже с вами добьем эти 200 тысяч несчастных на YouTube канале. Что мы с вами не сможем, что ли? Да мы лучшие в этом деле. Короче. Дедушка был на связи. Если ждете полноценного возвращения, дайте об этом знать. Новый видик появится, как только на этом видео будет 20 тысяч просмотров. Поэтому лайк, комментос, делитесь, скидывайте просто. Бомбите сюда. На связи был Дед Смокуфэкс. Все ссылки в описании. Обнял. На связи. Пока. Смокуфэкс тащит. Смокуфэкс тащит. Смокуфэкс тащит. Эй. Е. Е. Бо. Е. Бо.